Автон Владет, Швеция Резкое падение популярности Путина должно обеспокоить мир Ханс Вальфганг Микаэль Хансон Автон Владет, Швеция 1 февраля 2019 года В России сильно падает популярность президента Путина Мир обеспокоится по поводу того, что Путин собирается с этим делать Не только у него такие проблемы Общее падение популярности задающих тон лидеров Предпосылка к уменьшению стабильности в мире Президент России заключил контракт с российским народом в том момент, когда его впервые выбрали на пост президента в 2000 году В последние годы он нарушал условия контракта Подразумевалось, что Путин будет обеспечивать экономическое благосостояние и стабильность В обмен на это он мог захватывать все больше власти и богатства за счет демократии В последние годы россияне вынуждены наблюдать, как уровень жизни падает, зарплаты снижаются, а цены на продукты и другие необходимые товары растут Есть несколько причин, почему российская экономика впала в стагнацию В 2014 году упали цены на нефть, и с того времени они восстановились лишь частично Российская экономика полностью зависима от экспорта газа и нефти После аннексии Крыма в 2014 году Россия подверглась жестким экономическим санкциям Европы и США Повысился пенсионный возраст Хотя поначалу аннексия Крыма и подняла рейтинг популярности Путина В долгосрочной перспективе эффект оказался противоположным Все потому, что нехватка денег заставила президента сильно поднять пенсионный возраст Для женщин – с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65 И это в стране, где средняя продолжительность жизни мужчин составляет 66 лет Новое исследование Государственного института изучения общественного мнения Public Opinion, Public Opinion Research Center, демонстрирует, что лишь 33% россиян доверяют сейчас президенту Путину Эта цифра снизилась на 35% с июля 2015 года Левада-центр вместо доверия измеряет популярность Эти цифры для Путина упали с 89% в июле 2015 года до 63% сегодня Пенсионная реформа оказалась крайне непопулярной и привела к тому, что рейтинг Путина резко упал Но, похоже, произошли и более фундаментальные изменения Виня от Путина ранее россияне относились к Путину как к человеку, который приводит в порядок коррумпированный и некомпетентный аппарат власти Когда все летело к чертям, народ винил в этом не Путина, а его окружение Сегодня в том, что у них пустеют кошельки, россияне обвиняют лично Путина Путин придает большое значение уровню своей популярности, так что встает вопрос, что он собирается делать с нынешней ситуацией Ранее военные авантюры за границей, возвращавшие России образ великой державы, были надежной картой Сейчас есть признаки, указывающие на то, что россияне начали видеть причину экономических проблем в войнах на Украине и в Сирии Понимает ли это Путин, или миру пора начинать опасаться его новых военных выходок? Возможно, есть даже шанс, что Путин попытается закопать топор войны с Западом, чтобы попытаться избавиться от санкций и привлечь иностранные инвестиции Однако пока на это мало что указывает Трамп, самый непопулярный из всех российского президента избрали на пост до 2024 года Затем он должен будет уйти Если, конечно, еще раз не внесет изменения в Конституцию Но растущая непопулярность Путина – часть международной тенденции Ежегодно Галаб, Галуб Интернационал, измеряет популярность лидеров в разных частях света Впервые зафиксировано общее падение одобрения важнейших лидеров мира Даже популярность Папы Франциска падает Руководитель Галаб Кончостойчев, Кончостойчев, сказал немецкому сайту Deutsche Welle Деуще Welle, никогда прежде популярность всех важных лидеров не падала одновременно Я думаю, главная проблема – в неспособности лидеров решать проблемы, с которыми столкнулся мир Сегодняшний миропорядок, установившийся после окончания Второй мировой войны, выглядит все более нестабильным Мы сейчас движемся к многополярному миру с множеством центров власти, что делает общую картину более сложной Путин может порадоваться Самый непопулярный лидер в мире сегодня – президент США Дональд Трамп Особенно его не любят в Европе и России Путин же наименее популярен в Европе и США Руководитель Галаб считает, что ужесточившаяся риторика этих двух лидеров, задающих тон в мировой политике, распространилась и на настроение населения двух стран То есть враждебность между россиянами и американцами растет, по мнению Галаб Едва ли эти новости свидетельствуют, что мир становится спокойнее Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...